Привет, друзья! Как сказали великий поэт Расул Гамзатов, Расул Гамзатов, а эту мне книгу подарил, тоже мой родственник, а Расул Гамзатов тоже мой родственник. Таким образом, и великий писатель Лев Толстой, ну, это очень далёкий мой родственник, по Татьяне, его дедушка, Татьянин дедушка в Евсеи пел в церковном хоре и был удивительно похож на самого Лева Толстого. Ну, так вот, что сказал Расул Гамзатов мне, когда я его спросил, когда он вышел на нулевое состояние, я его спросил, а что вы там чувствуете? Он говорит, как будто начальника нет. А потом я его попросил, представьте себе любое движение, которое вы хотите, и у него из этого нулевого состояния руки поплыли, и он стал делать вот такое движение. И, кстати, по темат, его жена подошла и говорит, «Расул, ты что там делаешь?» Он говорит, «Обнимаю». «Кого ты там обнимаешь?» «Тебя обнимаю». «А, ну тогда хорошо, хороший метод», сказал Апатернатор. А Лев Толстой, друзья, ну, вы сами посмотрите, удивительный момент, Ваня Карениной. Лев Толстой был очень наблюдательный человек, поэтому он великий писатель, потому что он мог наблюдать и описать словами те ощущения, которые мы, обычные люди, как говорится, не умеем осознать и описать, чтобы до всех донести. Так там вот, кто там косил лук, и который, когда в ритм попадал, не чувствовал времени, и время шло совсем по-другому, и не чувствовал там никаких проблем, ему хотелось продолжать, до момента, пока он косой не попадал на кочку, и он оттуда из этого потока выскакивал. Так и мы, друзья, когда мы заняты каким-то делом, когда мы входим в ритм этого дела или делаем идеомоторные приёмы, основанные на рефлексе, идеорефлекторные, потому что я природу открыл, и сказал, что это потому, как на рефлексе, поэтому на автомате. Так вот и мы, друзья, когда мы входим в поток, занятый каким-то делом, а я вам подскажу потом, как быстро входить в нулевое состояние, как из него выходить в поток, а нулевое состояние безмятежности, это состояние нирваны. А оттуда вы, когда задаёте себе какую-то деятельность, например, например, или в этой деятельности, когда вы в ритм входите, вы тоже входите в этот поток, в эту беспринадежность, которая сопровожает эту деятельность. Вот нирвана, нулевое состояние, и поток в деятельности, либо это действие физические, либо ментальные, например, мечтания о каком-то изменении в себе и в жизни. Я в себе мечтал, что рисовать буду только шедевры, и рисую. И вы можете это делать, и у вас будут открываться способности снимать стресс, входить в нирвану безмятежности, и выходить оттуда путём притока свободных ассоциаций в русле темы на решение любого вопроса, который вы будете теперь решать гораздо легче, чем это было раньше. До встречи, друзья!